В отделении реанимации на первый взгляд и не отличишь, кто здесь родители, а кто медперсонал. Все в халатах и все одинаково разбираются в показаниях приборов. Тяжело все равно. Веришь, надеешься. Ты до сих пор надеешься. Ребенок Алсу растет под аппаратами. Из-за тяжелых родов девочка впала в кому. Но несмотря на это, дочь слышит маму и знает, что это мамины руки. Слышит, да. Даже когда предметы падают, она пугается, допустим. То есть уже слух есть, но видит, не видит. Сознание не ясное. Видит, она не видит, к сожалению. Вот плачет тоже. Тоже такое есть. Кормится через зонтик, через носик. Больше никак. И не бросишь. Ничего не сделаешь. К сожалению. Давай, смотри. Спи, спи. Спи, мой хороший. Это трудно объяснить, но когда мама рядом, ее сын, который родился недоношенным, дышит сам. Поэтому врачи попросили Лилию по возможности больше не уезжать домой в Заинск. Когда мамы рядом нет, у ребенка случались приступы. У нас и остановка сердца была. У нас что только не было. Но, вы знаете, врачи, здесь вообще как боги. Они его вытаскивают, вытаскивают. И вот, конечно, то, что разрешает общаться, это, конечно, большой плюс. Во время врачебного обхода заведующий отделением непременно спрашивает у родителей, что-то изменилось в поведении ребенка. Ведь даже, казалось бы, незначительное движение, которое заметила мама, для доктора может многое значить. Самое главное, что она стала активной, это очень хорошо. Ну, и все, все. Ситуация 99, супер. В этой ситуации совершенно очевидно, единственная связь, которая уготовлена природой, это та связь, которую мы все знаем прекрасно. Возможно, мы ее не чувствуем, но совершенно очевидно, она существует, и мы о ней должны всегда помнить. Это мать и ребенок. То есть то неразрывное, что ни нам, никому другому трогать нельзя и нарушать тем более. Поэтому в этой ситуации мы прекрасно понимаем, что только мама является одним из самых надежных мониторов, и она спокойно может при участии у полного доступа к ребенку, она может спокойно нам показать на какие-то нюансы, которые мы не видим, она может отследить, что происходит с ребенком, она его видит, она его чувствует. И эти чувства, они даже иногда больше, чем показания наших куда более сверхточных приборов. О том, что родители с детьми связывают невидимые ниточки, научно доказанный факт. В экстренных ситуациях, по мнению психологов, дети очень тонко чувствуют и даже слышат, с ними прощаются или все же ждут. От нуля до трех эта связь очень глубока с мамой. Дальше это переходит уже на папу. Конечно, там уже идет связь и ответственность папы. И поэтому, если папа уверен в собственном ребенке, если папа внутри говорит, да, мой сын или моя дочь с этим справится, я это знаю, то эта сила, которая внутри его, в нем эта информация, она будет бессознательно передаваться и ребенку. На неделе в интернете начали собирать подписи, чтобы подобную практику, когда дети и родители неразлучные, внедрили повсеместно. Петицию отправит министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Непонятно, почему солнце светит и как люди улыбаются. Когда с дочерью Дианы Замалединовой случилось несчастье, ребенок упал в глубокую яму с водой, выйти из комы девочке помог отец. Он целыми днями не отходил от дочери и мысленно просил ее вернуться. И чудо случилось. На третьи сутки Лина пришла в себя. В тот момент, когда это произошло, он говорил, что она мне пытается что-то сказать. Я, говорит, вижу ее во сне. И когда Лили Гегельна сказала, что надо с этим работать, то есть со всеми вашими ощущениями, вы должны добрый посыл ей посылать. То, что порой связь родителя с ребенком творит чудо, доказанный факт. И теперь наши врачи готовы делиться опытом с другими. Все эти истории, они можно наблюдать в нашей клинике. Я считаю, что это по праву ДРКБ на сегодняшний момент является так называемый английский термин «best practice», где можно приехать и посмотреть эту, скажем так, мировую практику. Айгуль Низамудзинова, Роман Фенин, эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.